В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте! Сначала коротко о главных темах выпуска. Три дня, 18 стран и обширная выставочная деловая программа. В чем секрет успеха бизнесменов Востока и почему их опыт очень интересует Запад? События мирового уровня на Волжских берегах. День первый глазами наших корреспондентов. Искусственный интеллект на службе у медиков ведущие ученые мира обсуждают в Самаре, как высокие технологии помогают в борьбе с серьезными заболеваниями. Светить дальше, больше и потреблять меньше энергии на улице Победы в Самаре устанавливают порядка 60 светофоров. Зачем так много и в чем на самом деле масштаб этой новости? Расскажем. И начинаем с главного. Самара принимает экономическое событие международного уровня. В столицу региона на Волжский инвестиционный саммит прибыли делегации из 18 стран мира. Общее число участников превышает 550 человек. Это бизнесмены, представители торговых сетей, эксперты в области финансов. Мероприятие проходит на двух площадках. Подробности у Анны Ивахиной. Такого ансамбля иностранных языков площадь Куйбышева не слышала с чемпионата мира по футболу. Международная выставка под куполом павильона свыше 60 стендов. Малайзия, Корея, Турция, ЮАР и, конечно, отечественные производители. Продукция тоже самая разнообразная. Национальные блюда и напитки, косметика, парфюмерия, туристические услуги и медицинское оборудование. Волжский инвестиционный саммит – уникальная возможность найти партнеров из других стран, расширить географию торговли и обеспечить своему бренду всемирную известность. Я уверен, что здесь мне удастся продвинуть нашу натуральную косметику из Кореи. И покупать ее будут не только в Самаре, но и по всей России. Для нас саммит в Самаре – стратегически важное событие. Наша корпорация производит напитки, шоколад и пальмовое масло. Здесь очень много бизнесменов из России и других стран. А мы как раз ищем дилеров и партнеров. Хозяйка саммита – Самарская область – представляет на выставке широкий спектр продукции от пищевых изделий высокого качества до передовых медицинских разработок. Самара встала на этот путь. И мы надеемся, что через 5-10 лет Самарская область станет одним из крупнейших игроков в российском сегменте халяльной продукции. Все, без исключения самарцы и гости города, могут отведать на площади Куйбышева фирменные блюда разных стран – барашек по-сербски, узбекский плов, турецкие сладости и многое другое. На всех стран приехали очень много. Особенно понравилась косметика. Очень. Халяльная косметика. Для омолаживания, для похудения. Очень вкусные блюда. Попробовала плов. Очень вкусные. Видела, как жарится барашек. Необыкновенное зрелище у нас, такого не увидишь. Но халяль – это не только продукты питания. Это целая философия, которой подчиняются все сферы жизни, в том числе ведение бизнеса. Существует так называемый «исламский банкинг» – финансовая деятельность, основанная на принципах шариата. На панельной дискуссии в рамках Волжского инвестиционного саммита заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев рассказал участникам о планах по развитию исламского партнерского банкинга. Мы видим хорошую перспективу у нас в стране данного направления. Но, опять же, в том числе точечно-географически у нас есть регионы, где сконцентрировано, скажем так, мусульманское население. Это Поволжье, это Северный Кавказ, это крупные агломерации, такие как Москва и Санкт-Петербург. В данных регионах продуктовое предложение Сбера может быть донастроено с учетом специфики и потребностей конкретно клиентов, находящихся на данных территориях. Тематические дискуссии, круглые столы, личные встречи российских и зарубежных экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы. Инвесторы Востока и Запада находят общий язык в сердце России в рамках деловой программы саммита в Самаре. Современные технологии не то чтобы стирают границы, они делают сотрудничество доступным всего в несколько кликов. Благодаря приложению, которое работает сейчас в дни форума, абсолютно любой инвестор может назначить встречу главе профильного ведомства Самарской области и уже лично обсудить детали будущего проекта. Руководители всех уровней доступны для переговоров, а это еще раз подчеркивает, в Самарской области инвестора готовы встретить как родного. И никакие культурные различия препятствием не станут. Мы, конечно же, имеем возможность еще раз заявить о Самарской области как территории, создающей условия для развития бизнеса, бизнеса компаний разных стран, а значит привлечь инвесторов, значит создать новые рабочие места, значит работать над опережающими темпами развития нашей экономики и повышения уровня благосостояния жителей Самарской области. Вот основная цель проведения форума в Самарском регионе. Деловая программа продолжится и в пятницу, а в субботу участники саммита посетят особую экономическую зону Тольятти. Все это время на площади Куйбышева будет работать международная ярмарка. Анна Ивахина, Георгий Федоров, Алексей Вельмискин, Роман Апарин, Новости губернии. Ведущие исследователи мозга из десяти стран мира приехали в Самару. Сегодня открылась пятая юбилейная конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс. Наука и практика». Она традиционно посвящена использованию современных технологий для помощи людям с тяжелыми двигательными и ментальными нарушениями. Помимо научных докладов, мероприятия включают в себя выставку инноваций отечественных и зарубежных компаний, а также соревнования разработчиков и пользователей медицинских ноу-хау. О том, как виртуальная реальность помогает в реальной жизни Светлана Стребкова. Таким образом мы можем взять чайник, подвести его к крану и спокойно заполнить водой. Наш пациент после этого может выполнять дальнейшие действия, которые необходимы в данном кейсе. Это вскипятить воду и так далее. С помощью этой разработки ученые Самарского медуниверситета уже помогают больным рассеянным склерозом вспоминать, как правильно выполнять ежедневно необходимые в обычной жизни действия. Это устройство, а также другие виртуальные новинки для реальной жизни представляют участники конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс. Наука и практика». На сегодняшний день проблемы цифровизации медицины необычайно актуальны не только в сфере реализации национальных проектов, но и в применении в повседневной жизни больниц. Поэтому развитие цифровых технологий именно на самарской земле будет идти передовыми темпами. За пять лет проведения конференция выросла из межрегиональной в международную. В Самару приезжают лучшие умы из разных стран мира, чтобы поделиться опытом и наработками в области изучения головного мозга. Сегодня я представлю наши последние данные по исследованиям заболеваний у людей старческого возраста, поскольку это является серьезной проблемой в Японии. В программе конференции не только доклады об использовании нейротехнологий и виртуальной реальности в медицине, но и научно-популярные лекции, а также практикум о том, как интересно писать о науке. То, что ученые с мировым именем охотно приезжают в Самару – знак признания заслуг местных инноваторов. Их разработки уже запускаются в производство, пройдя предварительное тестирование на родине. Очень важный момент, стратегически важный, что первую апробацию внедрения происходит в нашем регионе. Здесь, конечно, Дмитрий Игоревич Азаров, его личная поддержка, личное понимание вопроса, который такое решение принял, поддержало правительство, о выделении средств, даже не то, что сам ГМУ, а средств конкретным учреждениям, чтобы они смогли приобрести наши инновационные разработки. Конструктивная площадка на ВАИС Самарской области уже служит ярким примером для других регионов, где можно действительно устраивать такие дискуссионные площадки, где будут собираться инноваторы из разных стран и принимать совместные решения. Конференция проходит при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи. Финальной точкой станут соревнования разработчиков и пользователей устройств на базе нейротехнологий «Нейротлон». Светлана Стребкова, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Зеленый свет хорошим дорогам. Еще безопаснее для пешеходов и автомобилистов становится улица Победы. В Самаре здесь, между проспектом Кировой улицы и Елизарова, установили порядка 30 новых светофоров – современных, светодиодных и энергосберегающих. Еще столько же появится в ближайшее время. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом Владимиром Путиным. При этом с подрядчиком заключен контракт жизненного цикла о том, что это в нашем материале. Елизарова Победы. Здесь огромный трафик машин и людей. Пешеходка в этом месте появилась уже давно. Однако некоторые водители как будто ее не замечали. Конфликт автолюбителей с прохожими стали обычным явлением. Много аварийных случаев было. Ругались, старались, переводили даже. Теперь здесь появился светофор. Ближе к нему передвинули и пешеходную дорожку. Также идет установка ограждений. Новые светофоры выполнены по новым стандартам. Они являются светодиодными, что улучшает видимость их как в ночное, так и в дневное время. И они более защищены от перегорания. Так как ламповые там одна лампа, они быстро перегорают. То светодиоды от этого застрахованы ввиду того, что они более экономичные. И выгорание происходит значительно позже. Все светофоры установлены с учетом пожеланий местных жителей и инспекции по безопасности дорожного движения. Светофор здесь необходим. Большой поток автотранспорта. Часто до установки светофора не пропускали пешеходов. Сейчас установили светофор. Я думаю, будет все в порядке. И город превращается в подустроенный мегаполис. Светофоры европейского уровня. Ну, конечно, нужен здесь ток перехода. Конечно, ребята. А без светофора не пропускают, что ли? Кто пропускает, а кто гонит на всю катушку. Кроме того, еще более 30 светофоров, которые и до старта комплексного ремонта находились на улице Победы, переустанавливают в соответствии с новой дислокацией. Она согласована с городским департаментом транспорта и ГИБДД с учетом очагов аварийности и анализа статистики ДТП. Подключение всех светофоров запланировано после того, как они будут смонтированы в полном объеме, а также после нанесения разметки и установки дорожных знаков. Эти меры позволят снизить число аварий. А это одна из важнейших задач нацпроекта, в соответствии с которым и идут работы. Также комплексный ремонт дороги включает замену асфальтобетонного покрытия, бортового камня, ремонт тротуаров и укладку газонов. Работы выполнены почти на 100%. Вместе с тем, уже сейчас на себя подряд взять повышенное обязательство. Она продолжает работы на участке, на котором ранее планилась работать только в следующем году. Ремонт идет по контракту жизненного цикла, то есть подрядчик дает гарантию на 5 лет. Если с дорогой что-то случится, ремонт за его счет. Также организации три года будет обслуживать данный участок. Убирать, чистить, а зимой вывозить снег. Руслан Шарипов, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Самарский областной суд вынес решение по громкому делу о тарифах на услуги по вывозу мусора. Вердикт служителей Фемиды признать недействующими приказы регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также департамента ценового и тарифного регулирования, которыми и устанавливались данные тарифы. В суд обратилась председатель областной ассоциации владельцев жилья Вера Романюк. Я как рядовой житель Самары получил квитанцию, где я должна платить в разы больше, чем платила раньше. За ту же самую услугу, что когда-то мне перевозчики осуществляли. Я решила выйти с иском. Последовать тариф сложно. Нам пришлось заказывать экспертизу. Для всех затрат, которые якобы несет река оператора. Решение пока не вступило в законную силу. Возможно, тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО будут пересмотрены. Также в суде сейчас рассматривается вопрос о действующих нормативах по вывозу мусора. Десять семей росгвардейцев переедут в новые квартиры. В Самаре состоялось вручение сертификатов на приобретение жилья. Их счастливыми обладателями стали сотрудники вне ведомственной охраны и силовых подразделений. С ними пообщалась Дарья Зотова. В браке Чита Парфировых 24 года. Познакомились с День Победы на праздничном салюте. Вскоре поженились, а в 1997 году Алексей ушел работать в органы. Супруга Ольга занималась бытом и воспитывала дочь. Да я не думаю, что судьба полицейской же не отличается чем-то от судеб других женщин. Все как обычно. Семья, дети. Не думаю, что чем-то мы вот прям там отличаемся. Да, ждешь, переживаешь. Сменили несколько квартир. Перебирались из 11 метров в 18. После рождения второго ребенка стали снимать двушку. То, что скоро появится собственное жилье, семья пока полностью не осознает. Но доказательство этого Алексей держит в руках. Сертификат на единовременную выплату в размере 4,5 миллионов рублей. Я очень рад, что государство в лице Росгвардии предоставило такую возможность приобрести понравившую нам квартиру в любой точке Российской Федерации. В планах посмотреть как можно больше вариантов на приобретение жилья и выбрать самый оптимальный, самый подходящий для всей семьи. Всего сертификаты на покупку жилья получили 10 человек. Это сотрудники Росгвардии, которые служат во вневедомственной охране, лицензионно-разрешительной системе и специальных подразделениях. Размер выплаты от 2 миллионов рублей. Мы приветствуем наших сотрудников, чья очередь на сегодняшний момент уже подошла к концу. Вместе с членами семьи, вместе с детьми мы с большим удовлетворением вручаем эти сертификаты. Денежные средства решением специализированной комиссии будут приведены на расчетные счета наших сотрудников уже на следующей неделе. Это только первая волна вручения сертификатов. В ведомстве сообщили, не исключено, что со временем количество сотрудников с собственными квадратными метрами увеличится. Дарья Зотова, Михаил Смирнов, Новости губернии. Звук пожарной сирены прервал сегодня занятия в одной из самарских школ. Администрации учебного заведения пришлось в срочном порядке готовить эвакуацию учащихся безопасности, правда, на самом деле ничего не угрожало. Все это была лишь имитация ЧП, которая прошла по четко спланированному сценарию. На учениях побывала и наша съемочная группа. Сигнал о возгорании в 57-й школе поступил на пульт дежурного в 16.30. По предварительным данным, на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки. Экстренные службы сработали незамедлительно. Началась организованная эвакуация детей из охваченного пламенем здания. Прибывшие пожарные расчеты мгновенно оценили обстановку. На втором этаже есть люди. Пути выхода отрезаны огнем. На помощь приходит специализированная техника. Детям ничего не угрожает. Я ощущаю, что я учусь в безопасной школе, потому что на уроках общества знаний, на уроках ОБЖ нам рассказывают о мерах безопасности пожарной. Также нам рассказывают на классных часах. Всего в ходе учений из школы было успешно и в запланированный срок эвакуировано 537 учащихся, которые обучались во вторую смену, и 32 сотрудника школьной администрации. Обеспечение пожарной безопасности – одно из наиболее значимых мероприятий, которые проводятся на базе школы регулярно. Мы со школьниками проводим противопожарный инструктаж, проводим противопожарный инструктаж с сотрудниками образовательного учреждения. 57-я школа, помимо площадки для тактических учений, стала местом проведения учебно-методического сбора. На данном учебно-методическом сборе мы рассмотрели актуальные вопросы о поддержании вопросов пожарной безопасности на соответствующем уровне, рассмотрели вопросы обучения персонала данных учреждений, для того, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации, в случае возникновения пожара, объекты были готовы. Если же говорить о прошедших пожарно-тактических учениях, то руководство МЧС оценило действия своих сотрудников на удовлетворительно. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев, Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Центр Самары перекроет. В связи с проведением Волжского инвестиционного саммита 3, 4 и 5 октября закрыт проезд по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской. Ограничение будет действовать с 9 утра до 7 вечера. Также на этом участке запретят остановку и стоянку транспорта. Автобусы 24, 92 и 297 временно изменят свой маршрут. Самара присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес». В ее рамках в парке Гагарина будет организован сбор желудей. Они будут высеяны в питомнике, затем сеянцы отправят на восстановление лесных массивов. Принять участие могут все желающие. Начало 4 октября в 9.45 у центрального входа в парк. В Самаре пройдет очередная ярмарка вкусов. В этот раз она посвящена национальной кухне мусульманских народов. Помимо гастрономической части, продумана и культурная. На площади Куйбышева состоится гала-концерт «Арабская ночь». Будут работать интерактивные площадки, турнир по нардам и мастер-классы. Завершит все шоу этнических барабанов. Торжественное открытие фестиваля еды и напитков состоится 5 октября в 12 часов. Виртуальная реальность для бабушек – интерактивный боулинг для дедушек. В Самаре прошел первый фестиваль активного долголетия. Участников сложно назвать пожилыми. Душой, да и поведением они очень молоды, хотя по паспорту уже пенсионеры. А тех, для кого возраст точно не имеет значения, в сюжете Марии Шпаковой. Сидеть на месте или уйти на заслуженный отдых – это не про них. Даже в солидном возрасте до сих пор в строю. Игорь Литинский работает на заводе с 1973 года. За 46 лет трудовой деятельности прошел путь от инженера до замначальника цеха. Мужчина вспоминает, когда пришел на завод, у него были наставники, которые многому научили в профессии. Теперь он передает свой опыт молодым коллегам. Это просто как моя инициатива. Как вот приходят, и я начинаю в них вкладывать душу. И надо вот именно непосредственно на рабочем месте обучиться. И какой коллектив. Влиться в этот коллектив. А в учебных заведениях этому не учат. За наставничество Игорь Литинский получает почетный знак губернатора Самарской области. Самым активным представителям старшего поколения также вручают благодарности и почетные грамоты. Но главное – внимание, которое дарит каждому участнику фестиваля. Чтобы создать достойные условия для активного, здорового долголетия, сегодня реализуется в стране, инициированная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно, крайне важно, что такие проекты, как демография, здравоохранение, они в первую очередь нацелены на активное долголетие, на качество жизни людей и на продолжительность жизни. Сегодня в Самарской области проживают почти 980 тысяч человек, относящихся к категории пожилых. Без их опыта и мудрости невозможно строить будущее. И очень важно, чтобы люди, которые сегодня называются молодежью, у нас молодежь сегодня разная, чтобы они учились у них, брали с них пример, помнили об их достижениях, гордились их заслугами и перенимали этот опыт. Опыт перенимают и у молодого поколения в современных технологиях. На фестивале активное долголетие наглядно, как оно есть. У площадки виртуальной реальности очередь из бабушек. Выбить страйк в интерактивном боулинге – забава для дедушек. А еще аэрохоккей, лазерный тир и концерт, посвященный Дню пожилого человека. Кульминацией фестиваля стал флешмоб «Зарядка» 1953 года, как и десятки лет назад. Только тогда включали радиоприемник и упражнения делали дома. Сейчас все вместе в одном зале. Почти две тысячи человек. Мария Шпакврама, Напарин, Новости губернии. «Учиться никогда не поздно» – эта крылатая фраза могла бы стать девизом всего непрерывного образования в России. Именно ему был посвящен круглый стол с участием экспертов из профильных министерств, а также учебных заведений региона. Обсуждение актуальной темы состоялось в объединенном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и телерадиокомпании «Губерния». Возможности, которые сейчас есть у желающих получить дополнительную квалификацию или востребованные профессии, беспрецедентные. В Самарской области реализуется программа в рамках сразу двух нацпроектов – образование и демография. Их инициатор – президент Владимир Путин. Глобальные проекты объединяют всю страну. Самарская область присоединилась к ним, уже имея большой опыт работы в этом направлении, как с людьми, ранее не получавшими образование, так и с теми, кто заинтересован в переподготовке. С прошлого года у нас реализовывалась приоритетная программа повышения производительности труда. В Самарской области мы были одни из пилотных проектов. С этого года эта программа уже трансформировалась, скажем так, в национальный проект производительность труда и поддержка занятости. Работодатель имеет возможность в рамках государственной поддержки обучить своих работников, и мы возмещаем ему затраты за это обучение. Кроме того, в регионе действует программа переподготовки специалистов предпенсионного возраста. Ну а тем, кто, возможно, впервые занимается выбором профессии, разобраться в многообразии, помогает направление профориентации. Такие консультации можно получить в центрах занятости, в трендах, не только специализации по техническим направлениям, но и навыки в социальной сфере. Мы сегодня все чаще и чаще сталкиваемся с теми компетенциями, которые называются мягкими компетенциями. Soft skills. Soft skills, да. И мы сталкиваемся сегодня с такими вещами, даже среди наших студентов, которые участвуют в движении WorldSkills, да, это знание иностранного языка, ну, прежде всего, английского, на уровне пользователя умения читать чертежи, техническую документацию. В двух тольяттинских школах открыли универсальные спортивные площадки. Они подходят для игр в футбол, хоккей, эстафет, марафонов и много чего еще. А тех, кто новое пространство уже успел оценить, и спорте, как образе жизни, в сюжете Киры Исмаиловой. 51-й лицей города Тольятти в этом году распахнул свои двери для учеников в 42-й раз. Уличная спортивная площадка при школе особенно нуждалась в реконструкции. В 2019-м ее обновили в рамках федерального проекта «Спорт нормы жизни» национального проекта «Демография». Мы в течение двух лет не могли проводить полноценное занятие на этой площадке, потому что она пришла в негодность. И благодаря вот этой программе мы получили новую современную площадку. Эта площадка универсальная, подходит для турниров по футболу, спортивных эстафет и флешмобов. Зимой здесь можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Ремонт закончили в течение сентября этого года. Установили спортивное оборудование, уложили специальное покрытие, искусственную траву и нанесли разметку. Срок гарантии обслуживающей строительной организации 5 лет. У нас уже есть такие площадки, они достаточно долгоиграющие. И вот такая площадка примерно стоит 6 миллионов рублей. Заниматься спортом здесь могут и ученики лицея, и жители окрестных домов. Мне очень понравилась площадка, потому что она очень удобная, трава не скользит и удобная разметка. Я буду сюда приходить играть не только на уроках, но и с друзьями в свободное время. Универсальная спортплощадка в этом году открылась и в 94-й школе. Здесь, как и в 51-м лицее, кроме обычных уроков физкультуры, проводят занятия воспитанников спортивных секций. У нас очень большие планы по поводу занятости этой площадки. То есть все дети на уроках физкультуры, плюс занятия внеурочной деятельности, плюс сейчас рассматривается занятость группы продленного дня, чтобы детки могли здесь заниматься. Развитие спортивной инфраструктуры в Тольятти по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» продолжится. Задачу увеличить число людей, занимающихся физкультурой, в своем ежегодном послании поставил губернатор Дмитрий Азаров. Такая же спортивная площадка появится уже в октябре этого года на территории школы лыжных гонок в центральном районе Тольятти. 31 октября на стадионе «Труд» откроется спортплощадка для сдачи норм ГТО. Это результат работы федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Кира Исмаилова, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти. Искусство как инструмент общения с миром и друг другом. В Самаре особенные дети с ментальными нарушениями собираются вместе, обсуждают живопись, литературу, музыку и даже создают своими руками мультфильмы. Все это авторский проект, который получил поддержку фонда президентских грантов. Как мир образов и впечатлений открывает дорогу в реальность, выяснила Анастасия Зубрева. Начнем с картины, в которой мне нужно помочь. Тут кто-то нарисован, я не знаю, кто это. И мне нужны ваши догадки. Языком искусства обо всем на свете. Эти дети знают, как описать живопись и портреты, но вот общаться в обычной жизни им не всегда легко. В Центре развития социального интеллекта работают именно над этим. Мы пытаемся вообще сложить как таковую картину мира у них, с условием, что часть детей не говорящие, часть детей говорящие условно. Им гораздо легче вообще проявить какие-то эмоции, интенции по отношению к предмету через что-то очень яркое. И картины здесь хорошо срабатывают. У них это порождает импульс, который я пытаюсь перенаправить и сделать его наиболее социальным, по своему выражению. Всего в одной группе может заниматься максимум 8 человек. Но, как правило, меньше. Родители доверяют, занятия со своими детьми уже не первый год. Меняется, конечно. Она идет, во-первых, мне все рассказывает, что Иван им говорит, какие у них споры здесь в них, как они рассуждают, они картины описывают. И у нее очень хорошее потом воспоминание. И все, она очень хорошо приходит, нам все рассказывает. Проект реализуется на средства, выигранные в фонде президентских грантов. Центр родился из других аналогичных проектов, которыми команда занималась ранее. Из новшеств не только групповые, но и индивидуальные занятия, больше мультимедиа возможностей. С детьми даже создают собственные мультфильмы. Руководитель центра Ольга Титкова знает, какой социальный проект действительно может получить поддержку. Качество проекта – это четкое соблюдение логики. Мы решаем важную социальную проблему, мы решаем ее нужными свойствами, средствами, методиками, инструментами. Мы добиваемся конкретных результатов для решения этой проблемы и делаем это за адекватный бюджет. Показатели эффективности на бумаге – это одно, а не другое. Что нравится больше всего? Картильный, просто нравится. А какая-то любимая есть? Да, любимая есть. А сам, может быть, рисовал? Рисовал? Да, рисовал очень, здорово. Главная задача, говорят педагоги, чтобы дети после каждого занятия уходили увереннее и чуточку счастливее. Анастасия Зубарева, Дмитрий Столяров, Новости губернии. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте. Хотите предложить свою? Пишите на почту онлайн собакогуберниятв.ру. Увидимся. Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой.